В Магнитогорском историко-краеведческом музее продолжает свою работу выставка «Всё для победы». Она объединила около ста уникальных экспонатов. Знакомство с ними даёт возможность оценить не только всю мощь Магнитогорского комбината, который быстро перестроился на военный режим работы, но и личный вклад, который внесли в победу металлурги. Создавая эту выставку, её организаторы решили не только напомнить о трудовом подвиге Магнитогорска в период Великой Отечественной войны, но и воссоздать дух той эпохи. Ведь в 1941 году Магнитогорский комбинат сумел сделать невозможное, освоив в закрочайшие сроки выпуск броневой стали. Именно в эту броню был одет каждый второй советский танк. И как она выглядела в реальности, можно было увидеть на выставке. Потому что толщина 45 мм, а толщина 45 мм, вот эта 34 была на лобовой и боковой части. Чтобы выпустить необходимое для фронта количество стали, работали по 12-16 часов. Но и этого магнитогорцам казалось мало. Каждый стремился ещё внести и личный вклад в победу. У нас сфотографированы, скопированы расчётные книжки, где указано, сколько какой налог, сколько человек заработал, и какие шли отчисления в фонд обороны. На танковую колонну, на боевые корабли, на авиаэскадрилью. У всех были отчисления именно фонд обороны. Судя по этим расчётным листам, ежемесячно фонд победа отдавался от 10 до 20% зарплаты. Благодаря таким отчислениям в 1944 году на средства работников коксохимического цеха ММК, собравших 175 тысяч рублей, был построен танк «Коксовик» сталинской магнитки. Откликаясь всей душой на призыв «Чем ты помог фронту?», металлурги-магнитки принимали активное участие и в сборе посылок. Это вот у нас Плишкина Мария Николаевна. Она очень давно, с самого начала работала на комбинате. С 29-го года до нас дошли вот эти вот справочки, квитанции, в которых указано, что она передавала из своих вещей для фонда Красной Армии. Это и жакет, это и полотенце, это и варежки. Причём всё это отдавалось не потому, что это было лишнее, а потому что это было в ходу, это было востребовано. Огромную поддержку комбинаты его сотрудники оказывали и уже освобождённым территориям. В частности, в архивах музея сохранилась копия списка, по которому формировалась помощь для разрушенного Сталинграда. Какое-то оборудование, какие-то станки, какие-то железные конструкции, которые необходимы там для восстановления этих же домов или какого-то производства, какие-то чашки, ложки, какая-то одежда. То есть вот формировался этот состав и везли его в Сталинград, помогали. А сколько было этих составов ещё? А сколько за счёт помощи магнитки было восстановлено городов и сёл, это не поддаётся исчислению. Словом, все представленные документы наглядно показывают, что, несмотря на тяжёлый многочасовой труд и недосыпание, в цехах комбината царил огромный подъём. Зная, какая угроза висит над страной, люди демонстрировали несгибаемую силу духа и делали всё, что было в их силах, чтобы приблизить День Победы. То есть магнитка – это не только вот то глобальное, что мы сотворили в самом начале войны. Мы научились катать броню, мы научились быстро осваивать то производство, которое было эвакуировано. Мы ещё и научились оторвать от себя, от своего сердца, от своего быта то, что необходимо для фронта. Это было осознанно.